Всем привет! Я Каталина и это новый выпуск шоу Book Life. Диплом юриста и отсутствие профессионального актерского образования не помешали ей стать одной из самых знаменитых и востребованных актрис. Роли в картинах, экипаж, поддубный, метро, телевизионные и театральные проекты. В московском доме книги Катерина Шпица. Это моя любимая актриса. А чем она вам больше всего нравится? Своими ролями, своей красотой, своим обаянием. Мне интересен путь Екатерины Шпица, потому что это человек, который изначально не имеет актерского образования, и она добилась большого успеха. Как, каково это? В главном книжном магазине страны Катерина Шпица презентует жизнь в эпизодах и дебютирует как писатель. О детстве, кино и театре, о творческой и личной жизни. В книге самые яркие моменты биографии актрисы. Каждая глава названа эпизодом, в котором раскрывается определенный период жизни Екатерины Шпицы. Но она признается, сомневалась, стоит ли ей браться за написание книги. Хорошо ли я написала этот пейзаж? Или достаточно ли психологический портрет собеседника? Я не продумывала диалоги. Это же о жизни, о своей жизни писательной конец. Ты пишешь о ней честно, и если ты не хочешь показаться на этих страниц, за кем-то, кем ты не являешься. Самое время пообщаться с автором. В слове вы говорите, вы отвечаете на самый такой распространенный, мне кажется, вопрос, во сколько же лет можно писать автобиографическую книгу? И вы признаете, что тоже сомневались писать вам или не писать. И вот почему же вы все-таки сомневались, но однако написали книгу? Потому что я не сомневалась, это все было о поиске подходящего момента. Не стояло шоу вопроса писать или не писать. Вопрос был скорее о том, когда. Я искала подходящий для себя момент, чтобы быть настолько внутри сильной и свободной, чтобы я могла написать книгу искренне, легко. И весь тот процесс сомнений, который описан в вступлении, занимал, наверное, несколько секунд, которые просто нашим мозгом воспринимаются как вечность. На самом деле все достаточно быстро. У меня очень быстрое мышление, я думаю, одну секунду. Куча вопросов пролетает в моей голове, я их отщелкиваю, решенный, нерешенный, решенный, нерешенный. Мне просто хотелось. И я это сделала. Можно умереть завтра, а так и не успеть сделать что-то важное. И если мне предоставилась такая возможность, как я могла ей не воспользоваться? Какие события или этапы жизни стали для вас поворотными или переломными? Смотря как расценивать эти события, иногда какие-то совершенно бытовые происшествия оказывают на нас потом очень большое влияние. Судьбоносные встречи, например, как нам кажется, с не особо значимыми людьми, о которых мы даже не подумали, что они изменят нашу жизнь. Очень сложно как-то аранжировать эти события. Да у меня, как у любого человека, жизнь определилась детством, юностью. И вот я стремлюсь к зрелости. А набор конкретных встреч и событий у каждого свой. Но для меня, помимо родителей, помимо семьи, это, конечно, мои учителя в школе, мой педагог в театральной студии, первый режиссер, который меня снял в кем. Вот вы по специальности юрист. У вас есть юридическое образование, но вы не работали по этой специальности. И вот мы, начинающие, только входим в профессию, начинающие журналисты. И вот что вы можете посоветовать, исходя из вашего опыта? Как вот понять, что это наше призвание, как вот не запутаться, как не терять время зря? Вот какой вы можете совет дать ребятам, которые только начинают свой путь? Если, прозанимавшись целый день журналистикой, вы приходите домой не опустошенными, а наполненными, и вам хочется завтра вскочить, побежать и делать то же самое, значит, это ваше. Тогда велика вероятность того, что вы занимаете свое место. Удовольствие и польза для других. Это, наверное, сейчас сформулирую почуче. Собственное удовольствие и польза для других. Факторы, которые надо обязательно соединить в своем деле жизни. Пробовать разное и нащупать то, что меняет жизнь к лучшему. А с вами была Каталина. Прощаемся, но недодолго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова